Добрый вечер, дорогие телезрители! Простите, можно мне начать нашу передачу? В эфире Джентльмен Шоу. Начну с главного. Прежде всего, позвольте мне представить вам нашего генерального спонсора. Замечательного человека. Человека, без которого наша передача просто не могла бы существовать. Достаточно? Продолжаю. Человека, который сделал для нашей передачи и для меня лично. Итак, в эфире Джентльмен Шоу. Я слышал, Джентльмены, что руководители клубов НХЛ, а пока там идет забастовка, разрешили нашим хоккеистам, ну, чтобы они не теряли форму, некоторое время поиграть в Россию. А я вот подумал, сэр, почему бы руководителям наших предприятий, пока там идет забастовка, не разрешить своим рабочим, ну, чтобы они тоже не теряли форму, некоторое время поработать в Канаде. Боюсь, сэр, что они на это не пойдут. Почему? Потому что в этом случае забастовка может оказаться бессрочной. Знаете, Джентльмены, вот многие сейчас ополчились на рекламу. А я, например, считаю, что именно реклама помогает сохранить нашу духовность. Что вы имеете в виду, сэр? Ну, я имею в виду, что, скажем, реклама концерна Тибет долгое время была для многих наших сограждан единственной возможностью послушать стихи. А, между прочим, этот ваш концерн не вернул деньги многим своим вкладчикам. Ну и что? Истинная духовность как раз и предполагает отказ от всего материального. One moment, please. А теперь тема, ставшая для нашей передачи уже традиционной. Деятельность различных акционерных обществ. С представителем акционерного общества, о котором речь пойдет сегодня, мы познакомились случайно при весьма необычных обстоятельствах. Здравствуйте, программа «Джет на шоу». Простите, если я не ошибаюсь, вы вор? Не, какой там вор? Я президент акционерного общества. Подержите. Ну как, я вижу, вы только что ограбили квартиру. Ну что значит ограбил? Просто я взял кое-что у своих акционеров в доверительное пользование. Простите, я что-то не понимаю. А кто ваши акционеры? Ну как-то. Вот тут профессура живет, бизнесмены, там люди искусства. Ну и менее обеспеченные слои населения. Неужели старушки? Нет, ну что. У старушек мы не берем. У них же взять нечем. Скажите, а почему вы берете деньги у своих акционеров таким необычным способом? А в этом как раз и состоит преимущество нашей фирмы. Все для блага акционеров. Никуда ходить не надо, там в вольтере не стоят. Я пришел сам и взял. Скажите, а есть еще какие-нибудь преимущества? Ну как вам сказать? Другие фирмы только деньгами берут у своих клиентов. А я все, что под рук попадется. Скажите, пожалуйста, а вот если у вашей фирмы, ну как у многих, сейчас начнутся трудности, вы собираетесь возвращать своим акционерам по крайней мере то, что вы у них взяли? Взять надо. А как же? Какие разговоры? Если поймают, конечно. Ну, как говорится, пока бог милого. Упер инвест. Отличная компания. One moment, please. Дорогие телезрители, хочу вам напомнить, что сейчас на ваших телеэкранах не только очередной выпуск джентльмен-шоу, но и в первую очередь наш генеральный спонсор. Человек, в лице которого мы видим, так сказать, лицо нашей передачи. Разрешите мне продолжить? Спасибо. А сейчас в эфире наша традиционная рубрика СНГ-реклама. ДОМОН ТОНГ-реклама СНГ-реклама ОТЛЕЙ Субтитры создавал DimaTorzok А что это у нас Александр Васильевич? Ничего не ест Так ничего, матушка, ест Еду Александру Васильевичу Бассия, вечная история, на всех не хватает Удивительный факт, сэр Один из вице-премьеров правительства России во время визита в Китай купил себе мебель И для ее транспортировки использовал правительственный самолет Ну что ж, сэр, это тот редкий случай, когда в правительственном самолете в качестве мебели Везли именно мебель, а не самих членов правительства В последнее время наши газеты пестрят объявлениями, ну скажем так, вполне определенного свойства Вот, к примеру, одно из наиболее типичных Если вы преуспевающий бизнесмен, вам одиноко и не хватает тепла И рядом с вами нет верного преданного друга, который сможет вас понять и поднять вам настроение Звоните нам Безопасность и конфиденциальность гарантируются Нашим телезрителям, ну прежде чем воспользоваться подобным объявлением Наверняка хотелось бы знать, как же это все там происходит Можно? Здравствуйте Здравствуйте, друга заказывают? Да ну конечно, давно жду Присаживайтесь Может быть для начала шамнатского Минуточку, давайте сразу оговорим все условия С удовольствием, я на все согласен Вам вдруг только на вечер или до утра? Пишите до утра, если нужно, я доплачу А вы знаете, сколько это стоит? Как-то настоящему мужчине нужен друг Он, он, он не торгуется Распишитесь, пожалуйста Да Ну что же, начнем дружить? Конечно Иван Семенович, приступайте Здравствуй, друг Давай подружбу По пятьдесят Ага, не стоп Субтитры создавал DimaTorzok Продолжить нашу передачу я бы хотел с того, что я бы хотел спросить у нашего спонсора Можно ли мне продолжить нашу передачу? Продолжаем джентльмен шоу А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Лучшая десятка анекдотов» Обычно лучшую десятку анекдотов в нашей передаче рассказываю я Но сегодня в присутствии нашего генерального спонсора Привлекать ваше внимание к моей персоне было бы не совсем скромно Поэтому я предлагаю вашему вниманию лучшую десятку анекдотов Рассказанную мне нашими звездами Гостями кинофестиваля «Золотой дюк» Блистательный, блистательный тележурналист Еще раз, еще вот эти слова, они льются как масло, еще раз Блистательнейший тележурналист Матвей Гонопольский Матвей, значит, ваш любимый анекдот для передачи «Джентльмен шоу» Любимый анекдот этого времени Окей Значит, приходит один человек и говорит Говорит, слушайте, научите меня играть У меня рояль дома стоит Ему говорят, ну понимаете, играть это как бы надо в общем Он говорит, что умеете, я реально купил, я вам все оплачу Все, ну знаете, надо вас проверить Надо вас проверить Вот вы сможете угадать Вот мы нажмем на фортепиано А вы угадайте Вот отверните, нажали Он поворачивается, так смотрит Смотрит, смотрит Он говорит, ты нажал Спасибо Спасибо большое Как вы сказали, потрясающе, да? Блистательный Это вот все относится к «Джентльмен шоу» На нашем кинофестивале «Золотой дюк» присутствует замечательная актриса Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка России И сейчас я прошу ее рассказать для нашей передачи, для «Джентльмен шоу» ее любимый анекдот Лидия Николаевна Ну я не могу сказать, что любимый, но я для себя так тезисы для анекдота сделала Две еврейские женщины разговаривают Ой, ты знаешь, она говорит одна Мой сын, как погонение, все на скрипке, на скрипке А твой? А мой, как компанело, все по тюглом, по текам Залежать Вот писатель-сатирик Михаил Мишин У которого мы тоже просим рассказать анекдот для «Джентльмен шоу» Миша Ну один короткий, потому что я плохо вспоминаю Больной приходит к врачу и говорит Доктор, у меня что-то все время голова кружится Тот говорит, я вижу В картинной галерее еврей спрашивает генерала Простите, это Суворов И генерал передразнил его Да, говорит, Суворов Извините, товарищ генерал Вы лучше бы ему подражали, но не мне Спасибо Добрый вечер В эфире очередной выпуск «Одесских итогов» Начнем мы его, как всегда, с нашего традиционного социологического опроса На этот раз телезрителям был задан актуальный вопрос Как заработать много денег? Были получены следующие ответы Нужно заняться бизнесом 10% Нужно заняться теми, кто занимается бизнесом 40% И, наконец, нужно хоть чем-нибудь заняться, чтобы перестать, наконец, об этом думать 50% И только один человек на вопрос, как заработать много денег, сказал Что для этого нужно много и хорошо работать Что говорит о том, что в стране еще есть один такой человек А теперь актуальное интервью Одесских итогов Ответ на вопрос, что ждет нас завтра Не могут сегодня дать ни экономисты, ни тем более политики И поэтому мы, следуя примеру других телевизионных передач Скажем, такой известной и солидной программы, как «Воскресенье» Ксения, решили обратиться к какой-нибудь прорицательнице Сегодня у нас в гостях известная ясновидящая Пелагея Евлампевна Так сказать, наша русская ванга Пелагея Евлампевна, мы знаем, что вы обладаете уникальным даром ясновидения Скажите, а что вы видите сейчас? Не только сейчас, а все время это вижу И беспокоит меня это очень А что, что вы видите? Сейчас, милок, это не сразу Это еще в состоянии надо войти Отец небесный, открой мне очи Покажи мне тайну О, вижу Что? Что видите? Вижу помещение Военный зашел в него Что, министр обороны? Нет Наверное, генерал Лебедь Нет, не он Капитан какой-то Вижу, ему предлагают Что? Что предлагают? Возглавить министерство обороны? Нет Чай Предлагают Какой чай? Индийский Или краснодарский Слышу голос его неземной Говорит Хороший краснодарский Мамаша, так это же реклама Может быть, еще что-нибудь видите? Ай, милок, сил уже нет Ничего, кроме этого, последнее время не вижу Ну что ж, до встречи через месяц И тогда, несмотря ни на что Мы с Гулливером создали свою фирму И теперь, уважаемые вкладчики Вы будете получать дивиденды Такие же большие, как я Искренне ваш, Геллипут Ао, Геллипут Проблема личной безопасности Она актуальна сегодня для всех И особенно для представителей крупного бизнеса Телохранители не всегда надежны Традиционные бронежилеты помогают не всем Да и эстетически не устраивают многих И вот, видимо, в связи с этим В Одессе появилась вот такая вот Не совсем обычная мастерская О, добрый день! Здравствуйте! Минуточку Сразу видно, вы наш клиент Что будем шить? Однобортный, двубортный, а? Я бы хотел смокинг Бронисмокинг Какой материал предпочитаете? Мне бы хотелось что-нибудь полегче Помолодежнее Минуточку Вы кто по профессии? Я президент банка Ну, так сразу же видно, не мальчик А вы, говорите, легче Вы же не какой-нибудь простой брокер Чтобы в алюминий ходить Алюминий, я вам скажу, это не материал Ну, что это? Нет Одна пулеметная очередь И ваш костюм уже не имеет никакого вида Да? Простите, а что бы вы мне посоветовали? Я бы вам посоветовал классический стиль Скажем, чугун Или, по-современнее, легированная сталь цвета электрик Прошу вас Да Нет, вы не труднее Вы только не сомневаетесь Вы не сомневаетесь В этом вы будете выглядеть очень элегантно Прямо под цвет глаз Понятно, спасибо А как в смысле? Не волнуйся, у нас все предусмотрено Каждый костюм снабжен специальным набором Автогенный аппарат и паяльник Скажем, во время затянувшейся презентации Вы себе выходите Разрезали То-сё, вымыли руки Потом запаяли Шо тут паять И все в порядке Понятно, спасибо А как в смысле Насчет безопасности? Гарантия сто процентов Вышел Тут недавно у нашего клиента Из гаубицы в упор попали Да, и что? Ну что, клиента мы, конечно, потеряли Но костюм Как новый Он бы мог его еще носить Носить Да, простите А у вас и головной убор можно заказать? А как же У нас даже готовый имеется Вот, пожалуйста Да Вроде как тесновато А ничего страшного Сейчас мы прямо на вас и подректуем Ручку уберите У нас на фестивале «Золотой дюк» Присутствует Замечательный кинотраматург И писатель-сатирик Аркадий Инин Аркадий, расскажите Какой-нибудь ваш любимый анекдот Для передачи «Джентльмен шоу» Ну, я хоть и замечательный Но сам-то я анекдот не сочиняю Как ты понимаешь, вот Но чужой какой-нибудь Я люблю, чтобы анекдоты были Не длинные и немножко странные Ну, например Муж с женой прожили много лет вместе И однажды она ему говорит Знаешь, мы столько лет вместе Наверное, я уже могу тебе признаться Что я вот совершенно не различаю цвета Я, в общем, дальтоник Муж говорит Знаешь, тогда я, наверное, должен тебе признаться Я негр Слышали, джентльмены? Нашим правительством в Киеве Найден прекрасный способ улучшения Экологической обстановки в Одессе Что вы имеете в виду, сэр? О том, что рядом с крупнейшим в Европе Одесским аммиачным заводом Начали быстро строить Крупнейший в Европе Одесский нефтяной терминал Я что-то не понимаю, сэр Как же это может улучшить нашу экологическую обстановку? Очень просто, сэр Как только взорвется один из источников Экологического неблагополучия Он тут же мгновенно уничтожит другой Как вы, наверное, заметили В последнее время во многих газетах Появились объявления различных брачных агентств Предлагающие нашим женщинам Счастливое замужество за рубежом И это неудивительно Наши женщины красивы, умны, работящи Но, как нам недавно удалось выяснить Не меньшим спросом на Западе пользуются наши мужчины Почему? На этот вопрос мы просили ответить Одну богатую француженку Которая совсем недавно нашла свое счастье С одним из представителей нашей страны А именно, Иваном Степановичем Веретенниковым Прошу вас, мадам Ну, что сказать У меня большой дом Я живу в нем одна И вы знаете, мне всегда хотелось Чтобы рядом был хороший преданный друг Неужели такого вы не могли найти во Франции? Нет, вы знаете, нет Они здесь все какие-то капризные, изнеженные Дома их не удержишь Ну, а Иван Степанович? О, это совсем другое дело Покормишь его три раза Выведешь на часок погулять И горя не знаешь Простите, вот такой несколько деликатный вопрос Любит он вас? Обожает Поверите Приходишь с работы А он тебя уже под дверью встречает В глаза заглядывает Тапочки приносит Ну что ж, спасибо за интервью Фу, что ты Фу Он у меня чужих не любит Сэр, я вижу у вас отличное настроение Еще бы Я каждый месяц открываю новый магазин Как вам это удается? Очень просто Все участники программы Джерни Шоу Подписались на наш любимый иронический журнал-магазин Михаила Жванецкого Чего и вам желаем Известно, как много жителей бывшего СССР мечтают стать гражданами США Известно также, что не всем желающим это удается Однако у нас в Одессе нашлись люди, которые сумели решить эту проблему очень просто Сначала нам попалось на глаза вот это объявление Если хотите, чтобы ваш ребенок стал гражданином США Обращайтесь на причал номер 17 Спросить Сеню И вот мы на причале Простите Что все это означает? Все очень просто Вот американская конституция Читаем Гражданином Соединенных Штатов Америки является любой человек, родившийся на их территории Ну и что? А то, что это еще не все Вот примечание Территории Соединенных Штатов Относятся также Здание Американского посольства Борт Американского самолета И, обратите внимание Любое судно Под Американским флагом Да И что, много желающих? Ничего не говорится Отбоя нет А, записывается сразу после свадьбы Ну, а вот если я хочу, чтобы мой ребенок стал, скажем, гражданином Франции Ради Бога Он там рядом, Лева стоит Он под французским флагом работает Простите Поздравляю вас Как решили назвать малыша? Мы с мужем посоветовались И решили назвать его Джимми Как дела, Джимми? Окей Маргариш, ваш любимый анекдот? Анекдот так много Я здесь не скажу, что я не готовился Все равно не поверю Но я действительно не готовился И просто вот Кстати, анекдот сейчас Английская королева у нас в гостях Черномырдин заболел, не встретил ее Переживает очень А есть такое английское хорошее То ли анекдот, то ли притч Когда две знатных английских семьи Решили объединиться детьми Обручили их И молодые на месяц разъехались Как бы проверить свои чувства Через месяц они встречаются И жених узнает, что невеста Вела себя не очень хорошо И он возмущенный Говорит, как вы так могли За месяц до брака Она говорит, а у нас в роду Знаете, кто что хочет, тот и делает У них промолчал У нас, значит, был день свадьбы В церковь он пришел В теннисных трусах и в маечке Невеста вся в белом Возмущена спрашивает, как же так Как вы могли так прийти в церковь Он и говорит, что у нас в роду Фрак одевают Только на премьеру Ну и какой же лучший анекдот Нашей сегодняшней передачи Конечно, это тот анекдот Который любезно согласился Рассказать нам наш генеральный спонсор Прошу вас Невероятно смешной анекдот Действительно, лучший анекдот Нашей сегодняшней передачи Более того, уверен, что именно он Получит первый приз Как лучший анекдот года Тем более, что и этот приз Тоже учредил наш генеральный спонсор Ну что ж, дорогие телезрители Наша передача подходит к концу Кстати, вы обратили внимание Что рядом со мной Здесь есть еще одно свободное место Которое, как вы понимаете Может быть местом Для еще одного генерального спонсора Так что до новых спонсоров То есть до новых встреч В общем, до новых встреч со спонсорами Счастливо Ну что, можно фитры пускать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому